МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Серые шинели, русские таланты, Синие сиянье неподкупных глаз, На равнинах снежных юные курсанты. Началось бессмертие, жизнь оборвалась. Мне на этом свете ничего не надо, Лишь бы в лихолетие ты была жива. Ты моя надежда, ты моя отрада, В каждом русском сердце ты моя Москва". Это слова из песни, и, как многие из нас, наверное, помнят, эта песня посвящена подвигу подольских курсантов, командиров и курсантов подольских артиллерийского и пехотного военных училищ. В октябре 1941 года в ходе битвы за Москву они защищали юг-западные рубежи на подступах к столице по Варшавскому шоссе. Пусть эта песня хранит память о подвиге в художественных образах. А мы сегодня проведем ревизию исторической памяти о подвиге защитников Варшавского шоссе. В студии «Истериады» Галина Грин и Алексей Исаев. Здравствуйте. Здравствуйте. Оборона Москвы осенью 1941 года. С какого момента стартует наша историческая память о подольских курсантах? Подольские курсанты получили приказ на выдвижение на линию фронта 5 октября. Только в этот день Ставка наконец поняла всю глубину поражения в Вяземском котле. Он еще не закрылся, но уже все поняли, насколько угрожающая ситуация. Грин Галина Ярославовна. Окончила Московский институт геодезии, картографии и аэрофотосъемки. Факультет оптического приборостроения. Архивист-историк. Член исторического совета кинопроекта «Ильинский рубеж». Автор ряда трудов по обороне Москвы, в том числе «Октябрь 1941-го. Варшавское шоссе». «Октябрь 1941-го. Детчинский сектор Малоярославецкого укрепрайона». «Ноябрь 1941-го. Оборона Рязани». «Был взят Юхнов. Полдня ушло на то, чтобы выяснить, взят он или не взят, и какими силами взят. И когда в конце концов убедились, что немцы уже в Юхнове, поняли, что уже Москва в большой опасности. И очень срочно стали собирать силы, какие были. Матольские курсанты первыми попали на Варшавское шоссе, именно на линию обороны. Только потому, что они находились ближе всех. И все. На самом деле, просто Ставка в этот же день направила еще несколько дивизий туда. Но они все находились где-то далеко. Были еще какие-то резервы. Были еще. Обычно об этом не говорят. Все говорят, вот был последний резерв Ставки от курсантов. Вот последний, значит, не пожалели и отдали. Ну, резервами Ставки, естественно, были и стрелковые дивизии, правда, перебрасываемые с северо-западного направления, и танковые бригады, которые находились на формировании. Но курсанты действительно быстро перебрасывались в силу того, что им выделили автотранспорт. И они на автомашинах достаточно быстро были доставлены на рубежи обороны, которые на самом деле еще строились. Исаев Алексей Валерьевич. Окончил факультет кибернетики Московского инженерно-физического института. Кандидат исторических наук. Военный историк. Автор книг. Антисуворов. «Десять мифов. Второй мировой». Операция «Багратион. Сталинский блицкрик» в Белоруссии. А также ряда других работ по истории Великой Отечественной войны. На самом деле Ставка снимала последние резервы, которые могли переломить ход боев под Ленинградом. Но их вынужденно сняли. Это знаменитые 32-я Полосухина, 312-я Наумова, 316-я Панфилова. И вот эти три дивизии были наиболее весомые по численности. Потому что каждая из них составляла около 10 тысяч человек. Они перевозились по железной дороге. Им надо было передвигаться еще на самом деле достаточно значительное время. Их отделяли еще дни пути. Курсанты были одни из первых вместе, например, с 17-й танковой бригадой. Всегда, когда создается образ курсантов, тут делаются акценты. Совершенно справедливо на них. Ввиду того, что это были наиболее квалифицированные бойцы. Из числа тех, кто выдвигался на Можайский рубеж обороны. На Можайский рубеж обороны его емкость составляла более 20 дивизий. Естественно, тремя дивизиями курсантскими полками. Потому что помимо, опять же, подольских курсантов было еще училище Верховного Совета, которое действовало на другом участке. Этот образ исходит именно из высокой квалификации тех людей, которые вынуждены были вступить в бой не как командира, а как рядовые бойцы. Принято обычно думать, что все курсанты – это просто все вчерашние школьники. Им нет 18 лет. На самом деле, в Подольском артиллерийском училище есть большое дело, список поступающих. Мы проанализировали его. Из 1200 человек, которые поступили летом 1941 года в Подольское артиллерийское училище, распределение по возрастам такое получилось. В общем, половина была действительно до 19 лет, а призывной возраст был 19, а не 18. Они как до призывной. Ровно половина. Но основная масса из них была 18-летняя. То, что на сегодняшний день, в принципе, сегодня это призывной возраст. 16-летних там буквально было единично. Откуда они взяли 16-летние? Из артиллерийских школ. Как суворовцы. Они давно учились уже в артиллерийских школах. Какое-то образование военное у них было, да, у этих 16-летних? Да, они были молодые, но они были не с улицы. Но уже квалификация обладает. Те, которые поступили летом, курсанты, по их же воспоминаниям, они успели за эти три месяца, с июля по октябрь, настолько хорошо научиться, что у них вот пушка, говорит, стреляла как автоматически. Мы сами не ожидали, что мы так можем. Просто их научили. Там Стрельбицкий был полковник с сентября. Стрельбицкий Иван Семенович. Советский генерал-майор артиллерии. Начальник радиотехнических войск Вооруженных сил СССР. Встретил войну командиром 8-й артиллерийской противотанковой бригады в Западной Белоруссии. С сентября по декабрь 1941 года командовал Подольским артиллерийским училищем. И он резко поменял все программы обучения. Он их стал учить, как надо стрелять в движении из пушек. Когда танки движутся, когда там поворот, когда еще что-то такое. Он за месяц их настолько научил, что они практически стали профессионалами. Хотя учились всего три месяца. Иван Стрельбицкий до войны принял командование одной из первых противотанковых артиллерийских бригад, которая сгорела в Белостокском котле. Он вышел из окружения, причем с одной из самых больших групп, больше тысячи человек. И курсанты действительно получили человека, который имел практический опыт и был, безусловно, лично храбрым человеком и квалифицированным артиллеристом. Но, вообще говоря, обстановка была на 5-е число откровенно плохой. Плохой она была еще и в том, что курсанты, 3,5 тысячи человек, не могли занять значительный фронт. Фланги оставались открытыми. И самым плохим событием, которое на самом деле поставило под угрозу в том числе оборон курсантов, это был прорыв немцев к Боровску через незанятый участок. И, соответственно, уже в тылу, фактически, у курсантских полков оказался занят Боровск. И дальнейшая борьба заключалась в том, чтобы ввести бой, зная, что у тебя, называется, есть серьезная угроза тылу. Опасы окружения. Да, то есть, по сути, вот этот вот прорыв через Боровск, он проходил через незанятый участок, где были невооруженные рабочие. Невооруженные рабочие, которые строили линию обороны, их разогнали. По дороге смяли артиллерийскую батарею зениток, которые ехали и не доехали до места назначения. А так, если говорить о том, что еще было у курсантов до прибытия, по крайней мере, с целковых частей, была принята такая программа формирования специализированных противотанковых полков и дивизионов, которые вооружались зенитками. Это были либо орудия 76 обычные дивизионы, либо зенитки, зенитки И-76 и И-85 миллиметров, и ставили их на прямую наводку для того, чтобы вести бой с танками. Это огромная махина четырехтонная, специальные истребительно-противотанковые части дивизионы отдельно. Они активно используются на Можайской линии обороны, в том числе в системе обороны курсантов. С зенитками по танкам? И насколько все это эффективно? Это было сверхэффективно, поскольку зенитка 85 миллиметров. Во-первых, она автоматизирована перезаряжение. Это не автоматическая пушка, которая прям обойно стреляет, хотя такие тоже были в некотором количестве. Это была зенитка достаточно большого калибра, 85 миллиметров, и даже просто стальная граната, не специальный бронебойный снаряд, не могла поразить средненемецкий танк, который мог встретиться с курсантом и бойцом на Можайской линии обороны на Малоярославецком участке. В основном там противником их были танки 38Т. Это чехословацкого производства машины. Конечно, не вершина бронетехники вермахта на тот момент. И вообще в тот момент на Москву шли части 4-й танковой группы, в которой едва ли не половину бронетехники составляли как раз чешские машины. Поэтому против них зенитки были вообще чудо-оружием. Там трескались башни у этих танков как стеклянные стаканы. Главное было попасть. Во-первых, либо попасть, либо оказаться в нужное время в нужном месте. Потому что эти массивные зенитки, конечно, их могли обойти. В главном козыре немцев, если уж на то пошло, были части моторизованной пехоты и моторизованной артиллерии. Потому что моторизованная артиллерия могла подавить систему противотанкового огня, а затем атака моторизованной пехоты, пишем порядком. И вполне они были способны пробивать достаточно серьезную оборону, то есть с пулеметами, занятые квалифицированными бойцами. То есть все это было весьма продуманно, да? И даже, как мы видим... Ну, вернее, определенная система в этом была, и немцы встретили достаточно сильного противника. Просто жест отчаяния, да? А это все-таки что-то похожее. Это была система, действительно, переброски всех резервов. Причем, если уж на то пошло, то и артиллерия тоже была. То есть в тылу переформировались артиллерийские полки. Их, конечно, было сильно мало по сравнению с тем, что там армия располагала, например, у границы. Но эти отдельные артиллерийские полки с орудиями достаточно длиннобойными, мощными, они тоже принимали участие в боях. Они их иногда забывают, но они тоже были таким как бы усилением тех возможностей, которые давали курсанты как квалифицированные бойцы. И вот 5 число, да? 5 октября. Вот они приезжают, ну, постепенно, насколько я понимаю, из колонны, да? Нет, сначала, во-первых, у них было очень мало машин. А, ну, они были не машины. На 3,5 тысячи человек, 10 машин. Значит, 10 машин, 12 еще по Подольску собрали гражданских машин. Вот на эти первые 20 машин погрузили второй батальон Подольского пехотного училища и артиллеристов. Вот они самые первые приехали и пошли в передовой отряд, вот самые первые. Остальные там чуть не пешим порядком добирались позже. Это ужасно просто на самом деле. Ну, в итоге они прибыли кто-то 6-го с утра. Вот передовой отряд, самый первый, они в полночь, в Малоярославце были уже с 5-го на 6-е. Вот. 6-го с утра они уже где-то до реки Извери дошли. Но это только передовой отряд. Все остальные в течение 6-го числа, там, кто к 10-ти утра, кто к 12-ти. А вот этот вот первый батальон, который вот пешком из Серпухова ушел, они там чуть не 7-го числа только уже при этом самом деле добрались до Малоярославца. В общем, почему-то из подружек, по-моему, из Серпухова было ближе, прям сразу в Малоярославец идти. Ну да, так представляете, местную географию, да. Так, а сколько у них было времени на то, чтобы смотреться, окопаться? Или они сразу же на передовой оказались? Нет, дело в том, что у немцев приказа не было на наступление до вечера 7-го числа. То есть до 7-го у них было времени? Наше командование думало, что да, они сейчас пойдут. Прямо сразу же, да? Да, поэтому сразу им туда передовой отряд отправили, чтобы хоть что-то кто-то мог сделать. Но их спасло, в принципе, то, что у немцев не было приказа до вечера 7-го числа. Ну, был приказ развернуть. Мимо них пролетел, на самом деле, паровой каток в лице ССК дивизии «Досрайх», усиленный танками. Но ее задачей было зайти глубоко в тыл. И она, на самом деле, вышла на Можайское шоссе, Можайское направление. Там воевала с бронепоездом за Сталина, с двумя танковыми бригадами, потом с дивизией Полосухина. В общем, то движение, которое заметили сверху, оно сменило свой вектор. То есть эсэсовцы усиленные, они развернулись и пошли на север, а не на Малый Рославец. Но вообще говоря, 7-е число, что такое 7-е число, это момент замыкания кольца окружения. После того, как кольцо замкнуто, уже можно было образовывать внешний фронт окружения. Вот на этот внешний фронт бросили, собственно, имевшиеся еще свободными корпуса 4-танковой группы. Ну, тогда считалось, что в немецком командовании сопротивление сломлено, что можно уже практически, как говорится, в походных колоннах дойти до Москвы. И поэтому, может быть, не очень серьезно отнеслись к возможному сопротивлению где-то на Можайской линии обороны, которую как-то, конечно, фиксировали разведкой, но не более того. А на самом деле ситуация была такова, что на главном противнике курсанту, как я понимаю, была 3-я моторизованная дивизия, которая получила в качестве усиления танки. То есть, по сути, это была мотопехота с артиллерии, и получившая еще танковый полк из одной из танковых дивизий. То есть, немцы маневрировали своими ресурсами, включая передачу, что называется, танков из одной дивизии в другую. То есть, у них была еще такая возможность маневрировать ресурсы? Скажем так, это было типично для немецкой школы действий. Это формирование так называемых боевых групп. Основным противником на Малоярославецком направлении в тот момент была, пожалуй, 3-я моторизованная дивизия. Еще 258-я пехотная была. Она самая первая, в принципе, заняла плацдерманную грех. Значит, да, пехотные дивизии тоже шли форсированным маршем. То есть, не следует думать, что, так сказать, выбиваясь из сил, шли в пеших колоннах только с одной стороны фронта. С другой стороны фронта тоже двигались 258-я пехотная, а потом еще и 98-я пехотная, которая шла на Дечину. Она не была вставка, она южнее. Да, она шла южнее, но она создавала угрозу. Потому что, ну, вот что хотелось бы донести, как бы, это то, что курсанты воевали не в безвоздушном пространстве. Потому что без успехов 17-й танковой бригады, в том числе, так сказать, и в боях под Боровском. Не только прям-прям успехи, но и некие, скажем так, телодвижения 17-й танковой бригады, действия против 98-й пехотной дивизии под Дечина. Курсантам, может быть, не удалось так сыграть, как они реально сыграли свою роль, как действительно прочный заслон на оси шоссе. Так. А кто командовал их действиями уже на этой линии? Это было единое какое-то командование? Вот как все это решалось? Вообще говоря, сразу же, как рухнул фронт, имевшиеся армейские управления использовали для того, чтобы восстанавливать оборону. Таким восстановленным армейским управлением, хорошо известным всем, это была 16-я армия Рокоссовского, которые прям фактически выдернули из котла. А здесь, на этом направлении, была 43-я армия, которая какое-то время командовала достаточно своеобразный человек Акимов. Акимов Степан Дмитриевич. Советский военачальник, генерал-лейтенант. С первых дней войны участвовал в приграничных сражениях, затем командовал 48-й армией на Северо-Западном фронте. В октябре возглавил 43-ю армию, но из-за болезни войсками не командовал. Погиб в конце октября 1941 года. То есть это человек, который погиб позднее в авиакатастрофе, если мне память не изменяет. Но вот в течение какого-то времени был этот участок, находился в отчинении 43-й армии Акимова, которая объединяла и тех, кто пытался уходить из котла, и прибывающие резервы, и армейское управление здесь было. То есть не следует думать, что курсанты не получали никаких указаний сверху, они входили в общую систему обороны на этом направлении. Нужно это чуть-чуть докомендовать. Конечно. На самом деле там все было еще сложнее. За счет того, что основные все управления армией и фронтов были в Вяземском котле, пока они выходили, с 10-го числа был создан такой московский резервный фронт. Он, в принципе, на базе МВО был. И вот три дня, в принципе, с 10-го по 13-е руководил именно Московский резервный фронт обороны вот этого Варшавского шоссе, ну, вообще вот это Можайская линия обороны. И на эти три дня главным командующим по Варшавскому направлению был назначен Александр Федорович Наумов, полковник, командир 312-й дивизии, которая только вот 9-го, 10-го числа прибыла. И он прямо с колес, он уже сидя в поезде, уже ему сказали, что он будет руководить, он уже в поезде прикидывал по карте, как он чего, кого куда поставит. Он уже знал, как стоят курсанты. И занимал свои дивизии между ними, вот эти прогаловы, которые были не заняты. И в итоге он вот эти 40 километров от этого малоярославецкого участка сумел таки заполнить хоть кем-то. И, в принципе, он построил оборону. А Акимов появился 13-го числа уже, когда Московский резервный фронт заменили на Западный, а Западный делегировал вот этот малоярославецкий боевый участок 43-й армии. Вот тут уже командование 43-й армии пошло. Появился Акимов, и он был до 17-го числа. Где-то 17-го, в середине дня, появился новый командующий Голубев. Чем Акимов при этом не сняли с должности. У него даже в учетно-послужной карточке осталась запись командующей армии. Но реально он стал его как правой рукой помощником. Он ему помогал, он оставался здесь же, но уже приказы подписывал Голубев, принимал решение. В общем, там очень быстро все менялось, вот это командование, прямо вот сходу, в зависимости от ситуации. Не было что-то такого постоянного и устойчивого. Еще объехал все участки Жукова. Да, вот Жуков, проезд Жукова, он реально просто поставил все так, как надо. Если бы он не приехал, так бы хорошо бы все и не сложилось. Об этом я и хотел спросить, что вот это был какой-то хаос, да, ну, такой какой-то нервный, да, смена, замена, там один, другой, третий. Вот, и вдруг приезжает Жуков, и все выстраивается. Ну как, он приехал, он ознакомился со всем, дал какие-то указания. Ну, естественно, он, по сути, он смотрел, что у него есть. За какой участок он может быть спокоен, за какой участок проблемный. И главная проблема была в том, что нельзя было занять сплошную линию обороны, можно было фактически оборонять направление. И передовой отряд, какова была цель передового отряда? Это выйти вперед Можайской линии обороны, встретить противника и как-то его сдерживать. И вперед была выслана в частности 17-я танковая бригада, которая была тоже такой, как бы, пожарной командой, которая вперед выдвигалась перед Можайской линии обороны, и затем отошла назад, там, контратаковала Боровск. То есть, в общем-то, в этом кажущемся хаосе, на самом деле, прослеживалась определенная система. Была. Да, система присутствовала. Ну, и, соответственно, немцы, у них была первая задача – это пробиться вдоль шоссе. Почему вдоль шоссе? Потому что танки могут ездить по грунту. Тем более, там еще не наступила та самая страшная русская распутница в полный рост. А грузовики снабжения уже не могли ездить по грунту, поэтому шоссе им было нужно. Поэтому задача, несмотря на то, что был глубокий обход до Боровска, шоссе было важным. И то, что его броняли курсанты, это, как бы, для немцев было проблемой. Так, значит, 5-го, 6-го они прибывают, и с 7-го уже начинаются боевые действия. Пока 7-го числа – это встреча с разветотрядами немецкими, которые готовятся к наступлению еще. То есть какие-то авангардные части. Да, они пока смотрят, что им предстоит. И только 7-го вечером было принято решение немцам, что пора идти в наступление. И, значит, наступление было назначено на 8-е. С 8-го числа до 8-го они пытались переправиться через Угру, и передовой отряд им мешал. А передовой отряд – это отряд Старчака. Старчак Иван Георгиевич – советский военный фронтовой разведчик. В начале войны – начальник парашютно-десантной службы Управления военно-воздушных сил Западного фронта. В октябре 1941 года по собственной инициативе сформировал из десантников диверсионный отряд. В течение пяти дней бойцы вместе с подольскими курсантами сдерживали наступление немецких войск на Варшавском шоссе. Роль Старчака в том, что он мешал немцам вот эти дни использовать для переправы своей техники особенно. Еще пехота как-то могла. И вот первые бои передового отряда – это с переправляющимися немцами. А переправлялись немецкие войска на понтонах? Ну, кто как мог. На самом деле были инженерные средства. Были, да? Ну, курсанты их обстреливали и мешали. Не то, что там какой-то один мост пытаются пробиться. Нет, да? То есть они форсировали... Мост Старчака половину подорвал, и поэтому они не могли по мосту. Поэтому они искали входные кусты. Мосте он позаботился. Да. Да, то есть это, если спрашивать достижение Старчака, это вот подрыв моста. Пусть там не такой, чтобы прямо разлетелся на куски, но... Не видим, ностанет. А дальше, кстати, немцы, на самом деле, не ожидая, как я понимаю, серьезного сопротивления, двигаются в сторону Малоярославца и упираются в линию обороны. Первый крупный бой – это река Изверь. Рано утром, прямо еще до рассвета 9 октября он начался. Весь день 9 в разных местах как-то продолжались вот эти вот бои. И только к часу ночи 10-го этот бой закончился. И на 9-й у немцев был приказ охватить весь Малоярославецкий, вот этот весь Укрепрайон, все обойти, всех окружить, кто там где-то, если там кто-то занимает оборону, все. А реально они сдвинулись только на полтора километра. Они только перешли реку Изверь. Вот это вот первый бой. В этом первом бою полдня участвовал и отряд Старчака, пока он еще не убыл. И передовой отряд курсантов, и 17 танковой бригады для нее первый бой. Сутки. Полтора километра. Да. И немцы сдвинулись на полтора километра, вместо того, чтобы там на сколько-то километров 40, да, наверное, если даже не больше до Малоярославцев, вот так вот все охватить. Реально немцы сами себя обманули. Они всем своим частям сказали, что впереди нет никаких у русских сил. И все пленные, которые разные части наши брали пленных, и все говорили, мы не знали, что вы тут стоите. Нам сказали, что никого впереди нет. И нам даже сказали, кто первый в Москву войдет, значит, этот... Тот помощный рыцарский крест. Да. Реально они не ожидали, что вообще хоть кто-то будет. А тут целый день боя. И куда они не ткнутся, там то одна, то другая группа им мешает. Вот сутки у них ушли на то, чтобы сдвинуться на полтора километра и пересечь реку Изверь. Так. Вы произнесли такую фразу. Пока он, в смысле, отряд Старчака не убыл. А что это такое? Его куда-то перебрасывают? Нет, они 9-го числа просто, они уже ушли. Они не обязаны были вообще ничего оборонять. Это было личное решение Старчака остаться. Ах, вот даже так? Пока никого не было, да. Потому что он видел, что немцы идут к Юхну. Вот 4 октября он узнал, что немцы идут к Юхну. А кроме него никого нет. Летная часть снялась и улетела. И остался только его отряд. И у него не было даже, собственно, приказа. Это было его личное решение. О, еще действовал самостоятельно, да, в данной ситуации? Ну, в принципе, диверсантов используют в таких боях. Смысл не имел, когда подходят уже нормальные части с тяжелым оружием, которые обладают, собственно... А, ну, уже у нас, да, де-факто диверсанты. В принципе, Старчак сделал то, чего он умел хорошо делать. Именно диверсионную работу. Он подрывал мосты, он свои группы отправил вперед, пока немцы с ним вплотную не подошли. Они подрывались и мосты, мостики, там же неровный рельеф. Везде какие-то мостики небольшие. Не обязательно река должна быть, но просто вот неровности. И они отработали этого, как умели. И последний вот этот подрыв моста на Угре, все вот это он сделал основное. Так. И куда же он перешел, чтобы хотя бы за ним следить? Ну, сначала он был на аэродроме Емельяновка, то есть где-то километра четыре южнее Юхнова. Потом он перешел на Угру. Он сам просто не в боях там как-то отходил. Он просто решил, что там удобный рубеж обороны. Пошел на Угру, отвел свою группу. Чем могли, у них даже лопаток не было саперных, чем копать себе траншеи. Использовали там неровности местности. Вот день где-то пятый у них ушло, чтобы встретить первых немцев, подорвать под ними мост. И потом он оставил группу. Эта группа у него где-то до утра, по-моему, 7-го числа там находилась. Одна из группы, а остальные отошли в Стрекалово. Это чуть подальше. Следующий уже промежуточный рубеж у него был. И дальше он мешал тем же, кто переправился, пехотным частям, он им не давал спокойно. То есть он продолжал действовать по своему усмотрению? Да. И так он был до 9-го числа, когда появилась 17-й танковая бригада, он им официально сдал боевой участок, и все, и уехал в Москву. Но одна группа, опять же, у него осталась с числа до 13-го. Они там на какой-то аэродром ходили, там диверсию устраивали. Потом все вышли, все живые, все вернулись из этого отряда. Так, а что происходит у нас с основной массой курсантов? Ну как, занимают... То есть они держат вот... Да, главная линия обороны. Главная линия обороны, при этом она усиливается. То есть подходят какие-то части еще формирования. Да, полки 312-й дивизии, потому что это была, на самом деле, с точки зрения 41-го года, свежая стрелковая дивизия по ослабленному июльскому штату. То есть у нее, конечно, были проблемы с автоматическим оружием, у нее не было двух артполков, как были дивизии, которые были на границе. То есть это была дивизия ослабленная, но примерно 10 тысяч человек. Она была все же свежей. Соответственно, могла держать достаточно широкий фронт обороны. И вот она была одним из главных участников тех боев, которые развернулись на малоярославецком направлении. И она и носила частные контрудары, держала какие-то опорные пункты. В частности, тот же Детчина на правом фланге, что и позволило курсантам избежать глубокого обхода. И одновременно 17-ю бригаду выводят в тыл. Она атакует, пытается выбить немцев из Боровска, занять оборону, не позволить им ударить еще дальше в тыл. То есть на самом деле вот эти вот клещи с двух сторон малоярославец, они немцы, так сказать, с завидным упорством пытаются реализовать. Хотя на тот момент это у них не получается. И все благодаря обороне, которую держат наши курсанты. Да, потому что курсанты доверили все же тот участок, который приходилось непосредственно на шоссе, потому что шоссе было наиболее ценным, но при этом, разумеется, нужно было контролировать всю линию обороны, потому что если стоять только на шоссе, то элементарно просто обойдут. И главной идеей немцев был как раз после первых неуспешных атак, был обходной маневр, который привел к тому самому бою, в котором была выбита сразу большая группа немецких танков. Вот это как раз реализация обходного маневра. А что такое Варшавское шоссе на то время? Это одна полоса туда-сюда или две полосы? Нет, по-моему, по две полосы, по каждой стороне. Да, то есть это под Москвой, это все же по две полосы. Это, понятно, что не такое шоссе, как сейчас, но тем не менее, да, хорошая магистраль, которая в условиях наступающей распутицы приобретала большое значение, потому что дорога с твердым покрытием обеспечивала ось наступления. То есть немцы могли, опираясь на эту ось и гоняя по ней автотранспорт со снабжением, двигаться дальше. Потому что, естественно, после того, как они потерпели первую неудачу, был план «Б», то есть уже прорыв силовой. И следующим этапом, который, правда, последовал уже позже, ближе к концу октября, это уже подтягивание главных сил пехоты и уже, что называется, планомерный удар. Ну, опять же, если ставить такие реперные точки, то 18 октября был потерян Малоярославец. То есть вот эти несколько дней боев до потери Малоярославца. Вот это, собственно, бои за Можайскую линию обороны. После этого с Можайской линии обороны были сбиты. Последовало, так сказать, несколько таких прыжков через речки, которые, опять же, мешали продвижение тем, что можно было взрывать мосты. Вот после этого был такой сразу большой бросок вперед из-за того, что мосты не взрывались. Но вот до 18-го числа, это, как говорится, звездный час курсантов. А что происходит в 18-го? Какой-то перелом? Что, на самом деле, произошло с этим обходом? Обходной маневр немцев, который предпринимался, на самом деле, с определенными нарушениями принципа использования танковых войск. Потому что танковые войска без поддержки пехоты, они уязвимы. Но, тем не менее, было решено атаковать сронт и одновременно обойти с тыла группой из тех самых танков, приданных третьей моторизованной дивизии, и затем вдоль шоссе ударить в тыл курсантам. Так. При этом надо понимать, что этот маневр можно было реализовать за счет того, что смогли пробиться вне шоссе, в глубину обороны. И по существу немцы имели две опции. Они могли идти на Мурлай-Ярославец, а могли идти, соответственно, в тыл курсантам. И вот первое, что они попытались реализовать, это удар в тыл курсантам. И вот там происходит тот самый, так сказать, самый знаменитый бой, когда поставлены в тылу орудия, потому что, опять же, что делало командование? Оно расставляло противотанковые средства. И ценный резерв в лице. Пушек зенитных 85 миллиметров поставили в тылу для того, чтобы сдерживать прорыв, на самом деле, с фронта. А опасность пришла с тыла. Опасность пришла с тыла, и поначалу идущие танки с тыла приняли за свои. Более того, у немцев была привычка на моторно-трансмиссионное отделение класть в нацистский флаг со свастикой. То есть он красный, белый круг и свастика. Соответственно, издалека это могло показаться, как нечто красное, что называется, олеющее на танке. В советских войсках такое было принято класть? Нет, у нас были другие принципы воздушного познавания. У нас рисовали геометрические фигуры на крыше. То есть это были треугольники, круги, ромбы. И это постоянно менялась схема. Немцы шли, как говорится, в условиях преимущества в воздухе, шли самым простым путем. Флаг государства, прикрученный к моторно-трансмиссионному отделению. Это, конечно, маскировки никакой. Ну и на самом деле белые круги и ромбы – это тоже сомнительная маскировка. Но, тем не менее, эти знаки опознавания рассылались. Они действовали какое-то время. Ну, в общем, для расчета, который сидит у пушки в тылу, едущие с тыла машины, у которых что-то там олеет, учитывая, что с опознаванием танков были все же трудности у людей, которые не имели там обширного боевого опыта. В общем, какое-то время обманули. Да, какое-то время обманули. Но затем приходят в себя, понимают, что это враг, и открывают огонь. И открывают огонь. Позиции с тыла, да, вот все оборонительные сооружения. Можно как-то поменять направление? Зенитка в этом плане – это просто чудо оружия, потому что оно может вращаться на 360 градусов. Если, например, стоит пушка у курсантов, опять же, у артиллерийского училища, у них были 45-ки. То есть пушки 45 миллиметров. Соответственно, если они поставлены в какой-то дот, то надо из дота выкатывать и разворачивать назад. Зенитка имела круговое вращение на любой позиции, поэтому развернуться в тыл практически на любой градус не составляло проблемы. Другой вопрос, что эта позиция была стационарной. Вот с этой стационарной позиции начинают стрелять по танкам. Они находятся в влащине, в узости. Они не могут уйти ни вправо, ни влево. Единственный, кто вырвался из этой бойни, это тот, кто рванул на всех парах на запад. Он проскочил, опять же, мимо передовых окопов и уехал к своим из тыла. Это был единственный, кто был, так сказать, выживший. Потому что он принял правильную стратегию, потому что разворачиваться было негде. Вот эта колонна была расстреляна, тем не менее, тут успех был все же временным, потому что главная проблема, которая была на тот момент, стояла перед курсантами, это то, что и курсантами 312-й дивизии, на самом деле, и детчинский сектор, это то, что немцы стояли уже вплотную к шоссе. Попытки отбивать их контрударами, это все уже не давало немедленного результата. Они, в принципе, шли друг другу навстречу, чтобы вот этот Ильинский рубеж как раз прорвать на этом участке, чтобы захватить этот центральный участок. Да, обойти Ильинский рубеж, и в какой-то момент, действительно, немцы выходят уже на шоссе за спиной курсантов, двигаются на половой линии Малоярославца. Бой за Малоярославец был достаточно коротким, потом было расследование, почему оставили Малоярославец. Поскольку, опять же, в резервах... Простите, а Малоярославцы наши курсанты? Нет, нет. Это уже за спиной курсантов. Это уже за спиной. То есть их там нет, Малоярославцев? Да, там можно сказать. Курсантов нет, там уже другие части. То есть там была дислокация, да, их через Малоярославец? Да, они их просто перевозили через... Но они там не остались? Да, они вышли на... Килинский рубеж, километров 20, западнее Малоярославца. Вот, теперь понятно. Да, и после этого курсанты вынуждены оставить позиции, на которых они отбивались, причем отбивались от штурмовых групп пехоты, которые с огнеметами до сих пор стоят на эти бетонные колпаки, и на них следы выстрелов пушек этих чешских танков 38Т. То есть они обстреливали, естественно, при попадании в амбразуру. Расчет мог погибнуть, старались, естественно, создавать такую систему огня, которая друг друга прикрывает, но в какой-то момент, да, уже возникла ситуация, что нужно было отходить назад, причем отходить назад, в том числе и в условиях, так сказать, бездорожья, отсутствия переправ, ввиду того, что сам город Малоярославец оказывается в руках немцев. И после этого немцы, на самом деле, практически на всех парах начинают нестись по шоссе дальше, в направлении Москвы. И еще одним, как говорится, еще одним фактором, который ухудшал обстоятельства боев, это то, что вскрывается плацдарм под Боровском. Там, на самом деле, происходит такая спочка событий, что 17-й, даже сильнее, скажем, что имелся еще один резерв. Имелась 9-я танковая бригада, которую планировали использовать под Боровском, но резко ухудшается ситуация еще южнее. И от Калуги начинают идти немецкие пехотные дивизии. Бригада уходит туда, успешно воюет, устраивает немцев такой мини-рассиняй, то есть, как бы, тяжелые танки, которые, как крепости такие, оказываются у них на пути. Но, тем не менее, данный сектор Малоярославца лишен резервов. 17-я танковая бригада уже, так сказать, не держит. И в итоге происходит прорыв от Боровска, в том числе в тыл 3.312-й дивизии. Курсантам в силу этих причин приходится уже отходить. То есть, в ответ на вопрос, почему они вынуждены были оставить свои позиции, это не то, что их там с фронта пробили. Они как раз свой участок удержали хорошо, и в том числе от попытки удара в тыл. Но общая обстановка резко ухудшается, и они вынуждены отходить уже на следующие рубежи обороны. А что это? Где это? Где эти следующие рубежи? На самом деле, это... В том же направлении? Да, в том же направлении. То есть, осью все... Да, осью остается Варшавка. Да, осью остается шеф. В основном по рекам рубежи идут. Да, пытаются удерживать рубежи на реках. Там была, например, такая речка Бухоловка. Бухоловка, она по-разному. Бухоловка, короче. Да, Бухоловка, да. На самом деле, Бухоловка... Опять же, о том, как происходил процесс боев, использовали все средства, в том числе мины. В итоге, эту Бухоловку... Ну, реально такая, конечно, прямо скажем, не Волга, и даже там не Угра, то есть небольшая речушка. Тем не менее, мост нужен. Немцы пытаются, так сказать, по довольно топковому берегу обойти. Подрываются несколько машин, то есть на минах, которые были своевременно установлены. Там долгое время эти подбитые машины, такие подорвавшиеся. Стояли там, их раздевали. Но пытались держивать, прежде всего, на рубежах рек. То есть в Волгу. И стратегия советского командования, она бы заключалась именно в том, что цепляться за естественные рубежи обороны. Потому что вот с взятием малаярославцев, вот 18 число, это такой как бы момент, что называется, разделяющий на до и после. Потому что участок Можайской линии обороны уже практически потерял свое значение. Детчинский сектор. Детчина 18-го уже была в полном окружении. Целый день в полном окружении. Уже внутри Детчина шли баи. А 19-го, они там как-то, кто смог, вышел. Кто не смог, так и остались ранены и убиты в Детчина. Немцы Детчина только 19-го зашли. То есть Детчина, это был достаточно крупный опорный пункт, который штурмовала 98-я пехотная дивизия с использованием авиации, с достаточно серьезными потерями. Это как раз... Это Калужское шоссе, которое ведет на Москву. Это еще одна дорога прямая. И вот 312-я дивизия своими двумя полками, это направление с 13-го по 19-е число, а на немцев просто дальше Детчина не пускала. Вот как стоял фронт там, так и стоял. Почти неделя. А на соседнем Старо-Калужское шоссе, там еще идет тоже на Москву другая, вот там 9-я танковая бригада на 4 дня. Танковая бригада там 2000 человек, а она целую другую немецкую дивизию, 34-ю, на 4 дня там затормозила. А немецкая дивизия под 15 тысяч. Я бы даже сказал, со средствами усиления, усиления все 20. И по сути, это были бои танков с людской массой, потому что танкисты даже грамотно уходили ночью с передовых позиций, на танки отводили, потому что ночью могли прокраситься саперы, их подорвать, например. Днем возвращались. То есть это на самом деле, если отвечать на вопрос, где показали себя хорошо танки КВ, они себя показали хорошо, как раз-таки под Москвой в 9-й танковой бригаде, которая, если мне неизменить, стала 2-й гвардейской. А ее командир Кириченко, потом герой Советского Союза. И, в общем, один из лучших. Именно за эти октябрьские бои ему герой Советского Союза. То есть на самом деле, вот эта схватка в районе Варшавского шоссе, Калужского шоссе, это был такой целый оркестр, где каждый друг другу помогал. То есть без курсантов бы не удалось долго держать тот же Дичинский сектор, не удалось бы бригаде Кириченко, потому что просто всех бы обошли. И пошли бы друг друга. Такая полифония, военная полифония. Да, то есть всегда любой подвиг это результат коллективных усилий. Просто подвиг это то, что превосходит уставные нормы. Потому что по уставным нормам, севшие на широком фронте, пусть даже в эти, так сказать, укрепления, но достаточно, на самом деле, убогие укрепления, курсанты не должны были держаться долго под ударами достаточно квалифицированных людей, которые уже, что называется, шли от границы, которые обладали опытом штурма каких-то и полевой обороны. На самом деле, многие из них и опыт западного фронта 40-го года. То есть все это был достаточно опытный личный состав немцев, которые встречались с теми самыми парнями, которые, по сути, недавно... Опять же, возрастной состав, все же половина, как нам совершенно справедливо отметили, до 19 лет включительно. Ну, кстати, я хотела про курсантов сказать, что вот под Детчино курсанты чем отличились? Там, в принципе, немцы могли уже 16-го числа окружить Детчино. Но две роты курсантов, там была такая высота сзади, еще Детчино 209,9. Они сумели уже занятую немцами эту высоту и их оттуда вышибить. Там был такой старшина Китаев, он поднял в атаку свою роту, и они эту высоту заняли, немцев оттуда вышибли, и в итоге выиграли полтора дня еще. Вот еще полтора дня Детчино немцы не могли окружить за счет того, что эту высоту контролировали вот курсанты, и там уже зенитно-артиллерийский дивизион один остался, он без пушек был, вот как пехоты воевали. Вот они еще на полтора дня это оттянули. Видимо, в том времени, в интенсивности происходящих событий, полтора дня, это очень много. Это очень большое. В принципе, все эти бои, это бои за время. Именно выиграть день-два за это время, ставка там подтягивает что-то еще. Ну, едет в этот момент, надо понимать, что 5-е число, вот это вот осознание того, что катастрофа произошла, она с одной стороны пытается, так сказать, вывести кого можно из окружения, пододвигает резервы, одновременно далеко на Дальний Восток, за Байкаль, идут телеграммы, далеко-далеко в Монголии грузится 93-я стрелковая дивизия, свежая отмобилизованная, и пока она, что называется, несется через всю страну, понятно, что, как говорится, по зеленой улице, но она несется, извините, из Монголии. Она не может телепортироваться молниеносно, поэтому каждый день это... Это очень ценно. Да, и более того, этот резерв, естественно, о нем ходили слухи, но Жуков, есть достаточно своеобразный такой диалог между командующим 43-й армией, уже Голубевым, и Жуковым. Жуков ему говорит, что вы, конечно, знаете, что в Подольск прибывает 93-я дивизия, но для вас ее не существует. То есть, она прибывает, но это не про вашу честь, держитесь, как есть, потому что на нее другие планы. И, естественно, отходящие части пополняют, потому что был еще, например, такой эпизод, как кто еще втянулся в эти бои-то, вышедшие из окружения части 53-й стрелковой дивизии, кто смог выйти, их сразу пополняют, потому что помимо целиковых дивизий на фронт попадали еще маршевые пополнения, маршевые роты. Которые были и вооруженные, и не вооруженные. Вооруженные могли сразу идти в бой. Не вооруженные прибывали командиру дивизии, командиру полка, он их там вооружал, либо, называется, с силами армейского командования выделяли оружие и отправляли в бой. Так, смотрите, значит, 5-го числа у нас 3,5 тысячи курсантов, а после всех боев, вот, скажем, на октябрь, сколько остается? Я посчитала, вот, на 13-е число, на момент передачи от Московского резервного фронта Западному фронту, они там прикинули, какие у них части, в общем, на 13-е число, где-то 35 тысяч уже был человек, без подольских курсантов, на Ильинском рубеже. Там 110-я стрелковая дивизия, 113-я стрелковая дивизия, это бывшая дивизия народного ополчения вышедшая и пополненные уже, их с 8-го числа уже пополняли. Ну, вот 110-я она просто перевозилась, она ей повезло больше всех, она оказалась вне Вяземского котла, ее перевозили довольно долго, так сказать, по Железный рынок, кружным путем, и перевозили на Нарфаминское направление. Ну, действительно, 35 тысяч, это, на самом деле, кажется, что много, но это... Ну, это на очень... Больше 40 километров фронта. То есть, противостоящий немецкий 57-й танковый корпус, он был, как бы, по численности едва ли не больше, чем целая 43-я армия. Смотрите, вот просто мой итог, да, сейчас я не затрагиваю тему личного героизма, там, прочее, вот в чем смысл, да, того, что совершили подольские курсанты. Они оказались в нужное время, в нужном месте и выиграли битву за время. Ну, с какой ценой, это другой вопрос, да, но вот они помогли в этой, да, вот комплексной ситуации в невероятных условиях, да, выдержать линию обороны. Да, ну, про цену, я думаю, что... Цена, да, цена, на самом деле, не такая, как принято думать. Обычно все говорят, что это или они все погибли, или там осталось 500 человек из 3,5 тысяч. На самом деле, потери у них гораздо меньше. Вот в историческом формуляре Подольского пехотного училища там точные цифры приведены. Реально там и убитыми, и ранеными, и пропавшими без вести потери Подольского пехотного училища 41%. Причем кто-то из раненых потом вернулся, из пропавших без вести тоже потом вернулись, там и так далее. А в артиллерийском училище 25% потери. Это и убитыми, и ранеными, и пропавшими без вести. Кстати, и слава Богу, вот почему мы их все время должны убивать. Немцы не убили, а мы их должны почему-то убивать. Они вернулись, они продолжали убить немцев. Их выпустили уже командиров. Да, они уже вышли, закончили училище. Многие из них, да, после этих боев вышли командирами. Да, они командирами. Чуть-чуть доучились, стали лейтенантами, пошли воевать, и некоторые даже герои Советского Союза стали. Вот это вот тот итог, тот финал, который нам и нужен. Спасибо вам огромное. В нашей студии были Галина Грин и Алексей Исаев. Смотрите программу из Ториада. Галина Грин